Их вообще будто тут нет, да? Да. Привет. Мы сегодня едем в Жигулевск. Едем на машине, велосипед у нас сзади. Вот. Решили мы так, потому что оно так быстрее. Время экономится больше, у нас сил больше остается. Времени поснимать. Ну, в общем, едем мы сегодня в сторону Сумарского Уки. И там будут один пионерлагерь и пещеры. Не знаю, что из этого получится, потому что находиться на этой территории типа как нельзя. Но это все хрень, так весь день. Короче, пока соберем велосипеды. Велосипеды соберем, колеса накачаем. Колеса надо накачивать, да? Да, колеса надо накачать. Доехали офигительно, да? Да. Вот разница. Мы бы ехали сюда часа два, два с половиной три, а мы бы доехали минут за тридцать, за сорок. Это вообще огонь. Какой тяжелый. Хотя меньше двух было. В общем, ребята, у нас появилась сумка вот такая, на мою китайцы заслали. Вот такая сумка водонепроницаемая. Обзор на нее уже есть. Бабаски. Так, ребята, мы выехали, мы собрались наконец-то. Сейчас нам нужно проехать через поле, потом будет опять асфальт, а потом будет самое интересное, зачем мы сюда приехали. Ну, я надеюсь. Так, ребята, в Жигулевск мы уже проехали. Впереди у нас овраг и поле, да? Правда, я не знаю, куда потом ехать. В общем, ребята, пока у нас вот такая вот интересная дорога. Вообще, типа, здесь находиться можно только по путевкам, но у нас путевок нет. Мы не знаем, где их купить. Здрасте. Охрененная дорога, да? Вот, собственно, и поле. Кстати, ребят, кто переживал, что у меня нет крышки якоря, смотрите, специально для вас. Такие цвета, ребят, осенью же, в принципе. Заметно. Реально здесь круто, как бы обычное поле, но поле среди гор, да? Смотрите, какая красота. Ну, это круто, конечно. Если что, это Самарская Лука. Все дела. Ребят, конечно, здесь сложновато ездить. Как бы обычное поле, а теперь вот я понимаю, что обычное поле тоже может быть нескучным. Там у нас К-700, наверное. Обратная дорога, это у нас будет, считай, просто спуск. Это офигенно. Кстати, ребят, вот сумка. Сумка вот так выглядит. Рельеф здесь очень крутой. И вообще прям во много раз лучше, чем у нас в городе. Тут та же, ребят, знаете, не просто для видео интересно кататься. У меня аж так давно такого не было, что ты сам типа ездишь, да и такой, вау. Вот заезжу, места мы ездили. А сейчас совершенно новые места. Рельефы, леса тоже какие-то другие, а не какие-то погуще. На камеру, наверное, здесь ничего интересного, оно вживую тут круто. И подъемы не детские, да? А люди-то это, с погонами. Это типа местные лесничьи проехали. Мужик в форме и женщина. В общем, ребят, здесь реально очень-очень круто. Вот Рома там стоит на спуске, да? А как красиво! Мимо нас проехала Нива-Шевроле. Я сразу понял, что это необычные какие-то люди, которые тут по грибы вышли, да, в заповедник погулять. Это была какая-то государственная машина. Я знаю, потому что если без билета ты находишься, без пропуска, без путевки, то у тебя будет штраф 5 тысяч. Ну, это так написано, по крайней мере, как на самом деле, я не знаю. Но случаи были, что людей здесь типа штрафовали, останавливали в чистом поле. Может показаться, что это ничего такого страшного не произошло, да? Но на самом деле 10 тысяч на двоих это не очень. Дорога в эту сторону, один сплошной подъем. Мы в Бахилово. Вот нам пилить туда. Дорога офигенная. А здесь начинается офигенный серпантин. Вообще дорогу у этого укладывали пленные немцы в 42-м. Если кому-то интересно. О, заповедник. Машина нас не догоняет. Вы представляете, что это все, в принципе, подъем? И сколько нам потом подниматься надо? Не, ну это, конечно, ребят, вообще такой кайф. Это непередаваемо. Блин, ребят, это просто такое удовольствие. Все бы дороги были такие извилистые, с таким наклоном. Как ощущения от такого спуска? Ништяк. Ребят, это вот у нас овраг здесь. Там тоже, кстати, тропинка есть. Давай, побыстрее, побыстрее. В принципе, здесь никто вроде бы не ездил. Потому что листва непримятая, она на месте лежит. Ребята, это бассейн. От бывшего лагеря. Жигулевский артель здесь был. И бассейн вот он. Хороший бассейн. Очень глубокий и большой. Идет на углубление. Но мне кажется, здесь бассейн, вот ты представляешь, бассейн вот здесь. В заповеднике бассейн. Это же просто жесть. Такое, ребят, было. Основали его, по-моему, то ли в 86-м. Дальше у нас еще будут строения. Собственно, от самого лагеря. Не знаю, говорят, что этот объект охраняется, но я не слишком-то сильно верю. Там, видимо, были раздевалки. Бля, мы от комаров ничего не взяли, да? Да нет. Так, ребят, отсюда начинается жигулевский артек, который у нас существовал до 2002 года. Эта серия у нас получится не об... Ох, ебать! Если вас такая кусит, то это будет плохо. Так что в такие места надо ходить в штанах. Сразу ощущается прохлада такая. Так, ребят, ну, здесь у нас, походу, какая-то котельная была. Непонятно. Кто-то здесь оставил рукавицы. Ребят, смотрите, лампочки еще, наверное, есть. Мышки какие-то. Непонятно. Здесь реально то ли котельная была. То ли непонятно от чего. Слушай, в трубе еще вода есть. Ух ты! Ребят, здесь можно устраивать фотосессии. Тут можно провалиться, потому что они все стоят на фундаменте. Видите? Нога вниз уходит. Так что здесь нужно быть очень аккуратным. Ребят, все-таки был я прав, это котельная. Это у нас котельная была. Дальше идет у нас парачечная. Такая, ребят, парачечная. Довольно-таки не маленькая. Дверь открывается. Слушай, здесь отличное помещение. Здесь, видимо, была стиралка и у нас есть слив. Два слива, один здесь, один там. Здесь, видимо, что-то стояло. Кстати, заметьте, там полы были кафельные, а здесь полы деревянные. Здесь, видимо, складировалось белье. Такой интересный вид у нее. Она была с чердаком, и, видимо, по чердаку лазили, он обвалился. Идем дальше. Тут, в принципе, должно быть очень много всего. Надо только пройти. Посмотрите, здесь все перерыто. Знаете, кто это мог сделать? Это или хрюшки, или косули. Ребят, почти целое все. Все такое большое и целое. Это у нас столовая. Столовая в центре была. Это, видимо, был то ли склад, то ли что. Здесь подносы, стеллажи. Все договорились. Пошли туда. Ух ты, ребят. Смотрите. Здесь, видимо, мои посуды. Это, скорее всего, столовая. Это был холодильник, по-видимому, да? Вот это? Да. Надо быть аккуратным. Что мне нравится, здесь офигенно большие окна, просто огромные. Здесь у нас, видимо, тоже был склад. И сюда завозили какие-нибудь продукты. Слушай, вот это здесь, по-моему, люди ели. Это была выдача. Автомат мясорубки. Автомат варочного шкафа. Кстати, я все-таки был прав, что это холодильники. Смотри. Холодильник, шкаф номер один. О, кондитерский цех, ребят. Здесь был кондитерский цех. Вы представляете? Это просто жесть. Кстати, смотрите, раковины еще живые. Как бы не нашуметь. Так, выходим в главный зал. Здесь есть все. Ну, было все. Кстати, хорошая плитка лежала. Здесь дети когда-то ели. Не, ну, действительно, это очень крутое помещение. Довольно большая столовая была. Вот такая она снаружи. Это мы, считай, с другой стороны не обошли. Я уже вижу. Я уже вижу здание. Здесь все очень хорошо заросло. Ух ты. Это у нас непонятно, что такое. Видимо, здесь жили дети. Ух ты. Она намного живее, чем остальные. Здесь тоже обуви лежат. Но здесь комнаты однотипные. Кстати, достаточно много тут мебели стоит. Вот эти шкафчики. Даже плафоны висят, ребят. Тут, кстати, та же сигнализация противопожарная сохранилась. Ребят, ну это классика. Довольно-таки большой лагерь. Я думаю, он будет намного меньше. Птицы. Ребят, смотрите, шиповник какой. Такой огромный, хороший шиповник. Прям такой хороший. Так, уже другое здание. До хренища яблока лежит, паданных. Опять деревянные полы. Тут та же тарелка лежит. Ух ты. Ковры. Помните, я вам говорил, что он существовал до 2002 года? В принципе, его доказательства. Хлорогидрат в клизме. Кому-то клизму-то делали, ребят. Результат бактериологического исследования воды. Была организована экскурсия на гору Стрельную. Тут диваны остались. Кофе. Вилки. Тух. Видимо, здесь кто-то жил. Непонятно, что за здание было. Надпись он там. За. Завхоз. Здесь завхоз был. Короче, это домик завхоза. И все те надписи, которые мы находили, все-таки это правда. Слушай, а здание длиннее, чем кажется. Почему мы так мало прошли? Полы проваливаются аккуратно, слышишь? Угу. Здесь помечами, там больше. Здесь, кстати, обои еще живые. Такое ощущение, что я нахожусь где-то в доме в частном. О, это туалет завхоза. Хороший туалет с унитазом. Вот почему у завхоза унитаз, а у детей дырка в пол, а? Да. Копай. Стрельки, яблоки висят. Ребята, здесь реально слишком много зданий, блин. Вот прям реально. Ого-го-го-го-го. Вот это я испугался. Пойдем. Пойдем, смотри, что-то беру. Ребята, тоже какое-то непонятное производственное промещение, да? Пенопласт. Видимо, здесь тоже типа холодильного шкафа было, смотри. Охренеть. Охренеть. Здесь находится пожарный инвентарь, ключ на вахте у сторожа. В общем, пожарный инвентарь, ребят. Прохладно здесь. Это, видимо, то помещение, в которое я смотрел. Вниз. Да. Здесь, в принципе, ничего интересного. Одно помещение. Видимо, типа склада что-то. Поднимаемся наверх, идем в верхнее отделение. Ребят, я скажу одно. Здесь все прикопано, видимо, хорюнделями. Наш лимит-пункт. Такой маленький. Уютненький. Входим. Здесь у нас ничего обычного помещения, ничего интересного. Блять. Пол проваливается. Дюфалак, ребята, дюфалак. Будет здоров, расти большой. Чего и вам желаю, ребят. Никаких учетных книжек. Ничего интересного. Только одни обои. Но, в принципе, ничего в этом пункте интересного-то не было. Ну все, ребята, едем дальше. Здесь у нас, в этой стороне, столовая. Там у нас медпункт. Там у нас завхоз. Обачки. Гильза. Мы нашли что-то очень интересное. Ты посмотри. Это что такое? Ребят, это, конечно, огонь. Что-то хотя бы чуть-чуть досохранилось. Непонятно, что это такое было. Стена из блоков стеклянных. Как вот с этой стороны. Жалко на второй этаж не подняться. А там второй этаж есть. Ух ты, там еще такое же сооружение. Увидели одну змею и птиц много. Нас еще пугают яблоки, которые падают с веток. Очень крутой такой коридор. Прям офигенный. Так, хочу посмотреть, что у нас в той стороне. Так, какое-то еще одно непонятное здание. До хренищика воров. Лесное бюро погоды. Трусы, кто-то потерял. Здесь краски, аковарядины еще остались. Детские рубашки. Фломастеры, краски. Гуашь. Очень много белья, книжек. Ух ты, это нет, не по-английскому. Нет, не по-английскому. Смотрите. Ребята. Круто, да? Запись 79-го года. Цена 1 рубль. Короче, это грампластина была. Ну, здесь просто очень много книг. Ага. Я знаю, кто из них. Так, еще один объект, только непонятный. Зачем он был, нам неизвестно. Просто провальный пол. Можешь посмотреть. Непонятно, что это такое. Какая-то площадка. Может, здесь выступали. Это было как сцена. Типа, возвышение для стульев. Тут был навес, скорее всего. Ну, вот, в принципе, вдали от всего была сцена. Здесь, наверное, Гамлета играли. Ну, вот, в принципе, и все. Мне кажется, объектов было достаточно. И они, кстати, были в нормальном такой, но более-менее целости. Но я такого вообще не видел. Так, сейчас едем к пещерам, так сказать, гротам. Въехали мы в ворота. Я, кстати, не знаю, там будет нормально, ненормально. Посмотрим. Ну, вот, ребята, когда едем до места, я вам все покажу и расскажу. Самое странное, что эта дорога в лесу, в заповеднике, она асфальтированная. Я такого никогда не видел. Если что, вот, приложение. Тут должны быть какие-то гроты. Только непонятно, где они. Туда можно, то есть, залезть. В абсолютно непонятном зрении. На картине где-то тут. Короче, ребята, мы затрахались тут ходить. Никаких пещер мы не нашли. Викимапия врет. Там были у нас по правой стороне, то есть в овраге, гроты и всякая другая хрень. По викимапии, по крайней мере. Но мы обшлендали весь овраг по бурелому. И там ни хрена не было. Непонятно, где это, конечно. Обидно, что не нашли. Очень обидно. Потому что хотелось. Ну, а сейчас возвращаемся домой. Пилить достаточно нормально. Преодолевать один огромный подъем по серпантину. Выезжаем из запретной территории. Благо, здесь никого не было. Никто нас не шмонял, не проверял. У нас просто огромный подъем впереди. Мы у ТООС ехали минут за три, а подниматься 30 будем. Давайте, ребята, пожелайте удачи. Спасибо. Нет, ребята, это Unreal. Столько подниматься. Это дичь. Ну, вот вроде дикий участок прекратился, мы теперь едем. На камеру, может, не видно. Намного ощущают. Мы то спешиваемся, то наоборот. То опять спешиваемся, то опять по коням. И он никак не заканчивается. Ну, тут реально, тут район километра два, да, подъем? Это отвратительно. Закончилось! О, молния, молния! Ну, все, ребят, мы уезжаем в поле. Сейчас будем валить по полю. Ребят, послушайте этот звук. Надеюсь, передаст. Да. Ну, в общем, ребят, по полю так и плетемся. По темному полю. В принципе, оно было светлое, но теперь оно темное. Ну, все, ребят, мы же подъезжаем. Уиу! Уиу! Наконец-то. Продолжение следует... Продолжение следует...